Сокращенные сроки регистрации, тесты по всем иностранным языкам, кроме английского, в один день и отказ от традиционных выпускных экзаменов в пользу результатов ВНО. Это особенности независимого оценивания 2017. Главное из них – учет результатов тестирования для выпускников, как государственной итоговой аттестации. По основным предметам – украинский язык и литература, математика или история Украины – используют практически две оценки. Для поступления в ВУЗ подсчитают баллы по всем заданиям тестов, для балла, идущего в аттестат, лишь несколько вопросов со специальной пометкой. А вот результат теста по другому предмету на выбор, будь то биология, иностранный язык или география, в аттестат внесут, исходя из общего количества баллов, в сертификате. Что касается государственной подсумки аттестации с украинской мовой литературы, будет оцениваться только украинская мова, без литературы, с собственным высловом. Что касается истории Украины, там для государственной подсумки аттестации будут выделены только те вопросы, которые касаются истории Украины 20-го и начала 21-го столетия. На пробное ВНО можно зарегистрироваться уже сейчас, отмечают в региональном центре. Проводить его будут в апреле, а вот на основное тестирование регистрация стартует 6 февраля и закончится 17 марта. Переселенцы из Крыма и Донбасса, а также участники АТО смогут зарегистрироваться в мае. Ученики старших классов говорят, многие начинают готовиться к независимому оцениванию еще в 8-9 классе. Переживают, что во время тестов увидят вопросы по темам, которые недостаточно выучили в школе или те, которых не было в программе. Поэтому занимаются дополнительно на подкурсах или с репетиторами. Конечно же мы боимся. Я не боюсь, конечно, но пока ходим на дополнительные и потихоньку поздравляемся. А так особо не волнуемся. И все. А вы? Просто занимаюсь дополнительно. А вы говорите, что боитесь. Почему боитесь? Плохо, знам. Все плохо будет. Я в это стараюсь не лезть, я сейчас работаю на оценке этого года. А в следующем году буду уже за него заниматься. Не уверены в своих силах во время прохождения тестов треть харьковских абитуриентов. Об этом говорят результаты опроса, проведенного Харьковским региональным центром оценивания. Директор центра Александр Сидоренко считает, основная причина понимания того, что во время ВНО отсутствует человеческий фактор. В отличие от контрольных в школе или экзаменов, когда часто учителя снисходительно относятся к учащимся, на тестировании более строгая дисциплина, отмечает Сидоренко. Бояться того, что никого будет уговорить. Бояться того, что никого будет разжалобить. Ни у кого вызвать сострадание. Есть вопрос? Дай ответ. Есть ответ, ты имеешь оценку. Ни у кого нет ответа? Ну, извините. Хоть ты красивый, хоть ты умный, хоть у тебя отец большой предпринимец, хоть у тебя мать бизнес-лумен, ну, не играет. Это роль, роль, играет одни. Знания? Проведут ВНО по всем предметам в этом году с 23 мая по 16 июня. Дополнительная сессия пройдет в июле. Лариса Говина, Олег Мартынюк, Агентство телевидения новости. Дополнительная сессия пройдет.